Всем привет! Когда кто-то говорит о заброшенных городах, мы сразу же представляем Помпею и Мачу-Пикчу. Но даже и в наше время многие города и поселения оказываются заброшенными. Сегодня я расскажу о 10 заброшенных городах Украины и России. Когда-то здесь звучал детский смех, улицы были заполнены людьми, а магазины товарами, но теперь пустые многоэтажки, словно скелеты доисторических животных, возвышаются над асфальтом, заросшим кустарником и травой. Тут царит тишина, прерываемая разве что пением птиц и голосами немногочисленных путешественников-сталкеров, решивших попасть в заброшенный город. Мы расскажем о 10 самых известных городах-призраках России и Украины. Припять, Украина. Невозможно представить печальный список заброшенных городов без него. Припять была одним из самых быстро развивающихся городов СССР, сюда с удовольствием приезжали молодые талантливые ученые-атомщики, чтобы работать на масштабной Чернобыльской атомной станции. Перед катастрофой население Припяти, названной так по одноименной реке, составляло около 50 тысяч человек. Все население эвакуировали после аварии 26 апреля 1986 года, и люди, думавшие, что уезжают буквально на три дня, никогда больше не вернулись домой. В городе-призраке, который постепенно забирает себе лес, можно посетить заброшенные школы, детские сады, парк с аттракционами, гостиницу, отделение полиции, многоэтажки. Один из самых интересных объектов больницы, но там мы советуем быть особенно осторожными. В подвалах этой больницы до сих пор лежит одежда пожарных, которые первыми приехали на тушение во время трагедии 26 апреля. Орбита Украина. Этот городок затерялся около села Витовья, Чигиринского района, Черкасской области Украины. Первоначально он был предназначен стать городом-спутником планируемой атомной электростанции, отсюда и название, с населением в 20 тысяч человек. Населенный пункт был построен для строителей Чигиринской АЭС, но из-за Чернобыльской катастрофы строительство было приостановлено и впоследствии прекращено. Как и любой другой атомный объект Советского Союза, населенный пункт носил статус закрытого города. До Чернобыльской катастрофы было заселено несколько кварталов. Сейчас орбита – это пустые девятиэтажки и невероятно чистый воздух из-за отсутствия промышленности. Полесская Украина. Все знают о трагедии Припяти, но Полесская поселок, расположенный на берегу реки Уш, постигла та же участь. Найти этот населенный пункт на картах сейчас практически невозможно, а ведь до 1986 года тут проживало более 10 тысяч жителей. В поселке была мебельная фабрика, три школы, училище и дом культуры. После катастрофы на ЧАЭС городок подлежал обязательному отселению. У любителей заброшек есть возможность посетить несколько многоэтажек и частные дома. Кстати, этот город-призрак не полностью пуст, тут живут вахтовики, в том числе правоохранители и пожарные, которые патрулируют этот район, а также несколько десятков семей самоселов. Эти люди вернулись в Полесское спустя годы после Чернобыльской катастрофы и уверены, что городок уже очистился. Цукроваров, Украина. Этот город хоть и исчез с карты Украины, но до сих пор пользуется большой популярностью у любителей заброшенных мест. Цукроваров является собой воплощение того, как большой потенциал индустриального советского города постепенно был уничтожен. История Цукроварова начинается с 80-х годов, когда отличные урожаи сахарной свеклы в этом регионе, Кропивницкая область, бывшая Кировоградская, привели к постройке завода по переработке сахарной свеклы. Рабочих было так много, что для них построили городок, где в 1990-х кипела жизнь. Сюда приезжали целыми семьями. Во время перестройки завод перестал работать, а жители начали разъезжаться. Сейчас от когда-то мощнейшего завода остались одни руины, его конструкции были сданы на металлолом, а помещения разграблены. Цукроваров опустел, и теперь по его улицам бродят только сталкеры и самые стойкие местные жители, которых осталось около 100 человек. В городке есть электричество, но нет других коммуникаций. Хальмер Ю Россия Хальмер Ю в республике Коми стал жертвой быстрой индустриализации в советское время. Когда страна почти все инвестировала в тяжелую промышленность, Хальмер Ю был частью этого процесса. Уголь был обнаружен здесь в 1940 году, а шахта была основана в 1957 году. Шахта привлекла людей, ищущих лучшую жизнь, тут жило более 7 тысяч человек. В 1993 году шахта была закрыта, а поселение ликвидировано в 1995 году. Позже остатки города использовались как полигон для проведения бомбардировок. Малога, Россия Этот древний город на Волге в Ярославской области был основан еще в XII веке. Он процветал на протяжении веков и приобрел большое значение в конце XIX в начале XX века, когда он стал важным портом на Волге. В 1935 году было принято решение затопить его из-за освоения Рыбинского водохранилища. Большинство жителей переехали в другое место, но 294 из них отказались переселиться и в итоге утонули. Город был полностью затоплен более 70 лет. В начале 1990-х годов уровень воды Рыбинского водохранилища снизился, и древняя Малога восстала из мертвых. Кстати, есть и другие подводные города, открытые для посещения. Нефтегорск, Россия Нефтегорск в Сахалинской области стал жертвой недальновидности со стороны строителей. Поселок был основан в 1970-х годах для размещения работников соседней нефтяной вышки. Но город был разрушен в середине 1990-х годов в результате семибального землетрясения. Позже было установлено, что здания были сделаны из некачественного бетона, поэтому они не могли сравниться с силами природы. Погибло более 2000 человек, а город превратился в руины, таким он остался и поныне. Кадыгчан, Россия Кадыгчан – заброшенный город в Магаданской области. Он был основан во время Второй мировой войны с единственной целью – добычей угля. Город стал жертвой изменений в экономике, вызванных распадом Советского Союза. В ноябре 1996 года на шахте произошел взрыв, погибли 6 человек. После взрыва шахта была закрыта, а город с населением в 10 тысяч человек заброшен. Самые большие здания были снесены. Но вы все равно можете увидеть остатки поселения, если вы достаточно смелы, чтобы отправиться в путешествие в суровый Магадан. Курша-2, Россия История поселка Курша-2 в Рязанской области была короткой и трагичной. Город был основан вскоре после Октябрьской революции 1917 года. В нем размещались рабочие занятые эксплуатацией лесов в окрестностях. В 1936 году в регионе вспыхнули сильнейшие пожары – настоящие огненные бури. Чтобы эвакуировать рабочих, в Куршу-2 отправили поезд, но диспетчер настоял на том, чтобы погрузить туда дрова. Процесс длился слишком долго, и огненная буря достигла деревни. В поезде было недостаточно места, чтобы вместить всех поселенцев, и сотни были вынуждены оставаться в Курше-2. Когда поезд достиг моста, который нужно было пересечь, чтобы вернуться в безопасное место, мост уже был разрушен пожаром. Все в деревне и в поезде погибли, всего около 1200 человек. Финвал, Россия Финвал или бичевинка, раскинувшийся на просторах Камчатки, был городком построенным для сотрудников расположенной там базы подводных лодок, а также их семей. Когда подводные лодки были передислоцированы, город был заброшен. Теперь он лежит в руинах. Призраками города становится не просто так, это всегда трагедии, прежде всего человеческие. Жителям этих городов пришлось навсегда покинуть свой дом, от которого остались лишь руины и воспоминания. Важно помнить об этом, путешествуя по заброшенным городам и загадочным местам мира, относясь к этим местам с уважением.